Не страшны дурные песни На месте не обязательно, надо куда-то бежать. На месте, значит, места не хотят. Но вот то, что не страшны дурные вести, это факт. Потому что, когда человек совершает аскезу, бежит или неподвижно стоит или постится, все дурные вести из него улетучиваются, потому что аскеза разрушает все давление судьбы. Дурные вести, страх, какие-то проклятия сглаза, все это вылетают из человека, если он совершает аскезу. Не страшны, понимаете, становятся человеком. Потому что я, допустим, пробежал 16 километров, мне вообще ничего не страшно, чтобы все нормально стало. Ну, то есть аскеза разрушает препятствия в жизни. Но есть еще другая штука, которую люди вообще не знают. Эта штука называется жертва, понимаете? Жертва. Вот часто, а что я должна? Пусть он первый. Вот, понимаете? Вот жертва, она не для человека делается всегда, только для Бога. Если вы хотите, допустим, кому-то что-то пожертвовать, для Бога это надо делать. И тогда, если человек вас обманет, то вы как бы не беспокоитесь, потому что вы для Бога это делаете. Но если вы надеетесь на человека, когда жертву делаете, тогда это самообман. Вот, допустим, вы мужу приготовили что-то, да? И думаете, что он должен быть благодарным. В какой стати? Человек никогда не бывает благодарным, понимаете? Человек эгоистическое существо. Он съел то, что приготовил, но скажет спасибо хорошо, не скажет, значит забыл. Понимаете? То есть не надо на это сильно рассчитывать. Не надо на это сильно рассчитывать, потому что это неправильно. Человек должен, женщина должна готовить для Бога. И освящать эту пищу. А муж потом уже освященную ест. Нужно стирать тоже для Бога. Потому что Бог хочет, чтобы вы служили мужу. Вот и стирайте для Бога. Тогда эта одежда становится оберегом для мужа, понимаете? Ну, то есть никогда для человека ничего не надо делать. Если вы делаете что-то для человека, делайте это для Бога. И тогда это будет для человека. Пытайтесь это понять. Мне кажется, а что тогда это какой-то эгоизм? Это не эгоизм. Это правильное мышление. Потому что если вы делаете для человека, вы от него ждете благодарности. А человек не всегда может быть благодарен. Понимаете? А Бог всегда, всегда будет благодарен. И поэтому у тебя будет всегда хорошее настроение после того, как ты сделал что-то. И ты не будешь зависеть от благодарности человека. А если еще человек поблагодарит тебя, то будет еще лучше. Знайте, что благодарность или чувство благодарности, это чувство в человеке тоже нечеловеческое. Вот если, допустим, вы для Бога что-то делаете в жизни, да? И человеку отдаете. То тогда в этом случае у человека в сердце возникает благодарность. Потому что благодарность это не то, что мы можем зажать в себе или забыть. Благодарность это воля Бога внутри человека. И если человек благодарен вам по отношению к чему-то, тогда в этом случае вы можете включать вторую стадию любви к нему. Первая стадия называется служение. То есть забота. Мужчина носит деньги в семью, отвечает за жену, за детей, за их благополучие, защиту. Женщина ласку, внимание, заботу приносит. Это называется служение. И если я для Бога, ради Бога это делаю, тогда это правильное мышление. Понимаете? Тогда ты не будешь попрана как бы мнением близкого человека по отношению к тому, что ты делаешь. Но благодарность у него в этом случае обязательно появится. Потому что если для Бога делаешь все и отдаешь близкому человеку, тогда Бог в сердце его будет благодарен. И тогда включается вторая стадия любви. Вторая стадия любви нужна в жизни обязательно, мои хорошие, обязательно нужна. Без нее невозможно жить. И эта вторая стадия любви называется воспитание. То есть или другими словами, говорит человеку правду о нем. Но говорить надо иносказательно, намеками и по-доброму. Я привожу такой пример. Допустим, если моя жена не помыла посуду в доме, то, допустим, примерно так, как вот у нас было. Но это был реальный случай. То есть я просто воспользовался им. Я пришел домой и говорю, слушай, у меня друг попросил меня сказать, как сказать жене, чтобы она не обиделась, что в квартире бардак и грязь. Я говорю, я не знаю, я спрошу у своей жены, как надо ей сказать, как бы я сказал, чтобы она не обиделась. Я пришел к жене и говорю, у нас дом бардак в это время. Я говорю, слушай, меня друг спросил, как надо жене сказать, чтобы она не обиделась, что в доме бардак. Она такая на меня смотрит, что специально? Я говорю, да нет, друг попросил, говорю, ну правда, ну честно говорю. У нас в доме, говорю, чистота полнейшая вообще. Вот. Я ей говорю. И она мне сказала, как надо сказать. Она мне сказала, как жене сказать, чтобы не обиделась. Вот. Я ему передал другу. На следующий день у меня идеальная чистота дома вообще. Все супер. Почему? Потому что я правильно ей сказал своей жене. Это правильный стиль передачи информации для женщин. Очень аккуратно, мягко и сказательно, по-доброму. А для мужчины не надо никакой иносказательности. Для мужчины надо говорить, как будто бы вы находитесь на другой планете. Очень по-доброму и как будто бы это его не касается. Вот так. Запомните. По-доброму на другой планете его не касается. Запомните. Поставь обувь на место. Он не поставит. Но это начало пути. Потому что вам нужно пройти защитный каркас вот этот жесткий. по-доброму. Понты вот эти пройти надо. Вот. И вам надо каждый раз, когда вот это происходит, поставь обувь на место. По-доброму. На двадцатый раз, двадцать раз это скажете, когда примерно, он такой подумает. Наверное, она хочет, чтобы я стоял на место углу. А если мужчина понимает, наверное, то есть, он выполняет как объявляет человеку, что видится от него, то он считает, что ты очень мудро выступаешь. Поведи тебя из-за момента, не просто кричит. А ты меня за такого одержишь? Как это точно сказалось? Никак надо сказать, ты знаешь, нет. Надо дурочку включить и все. Мужчине нравится, когда жена включает дурочку. И как бы дурочкой перед ним быть, это самый лучший способ им манипулировать. Я дурочка такая и как бы все делаю, как надо. Все. А он будет вот, главное, что ты дурочка, а остальное все я буду делать, как ты хочешь. Ты с этим, если согласна, все, тогда нет проблем. Женщины должны быть умнее. Она совсем согласна делать, как хочет. Потому что мужчине, это вот, допустим, деньги не тратим, экономим. Согласна. Все, согласна. И если вы согласны, дальше можно тратить. Ну, понемножку так раз, мы же договорились не тратить. Ну, прости, как вы это... Я согласна, согласна. Надо было сильно там ребенку. Ладно, хорошо. Ему не важно. Важен принцип. Согласна. В главном согласна. Теперь тратить столько, сколько тратила раньше. Нет проблем. Мужчины, что, не так, что ли, я что-то говорю? Все правильно. Главное порядок. А то как дура. Не согласна, не согласна. И начинается война миров. Звездные войны. Пошли. Петуха в мужике, не надо будить. Ну, ладно, у нас не эта тема нахажет. Правильно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова